Девушки отдыхают Ирочка, посмотрите, там есть кто-нибудь? Ой Ну как? Никого нет, Аркадий Соломович, все убежали Ну вот и хорошо Значит, сегодня пораньше домой пойдем Спасибо вам Как просили Спасибо Я побежала, да? Да, все хорошо Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Просмею, вот за что я так люблю! Доброй ночи, Александр Сергеевич. Николай Васильевич Голубчик, здравствуйте. Вы обещали мне дать урок стихосложения. Николай Васильевич, зачем вам это нужно? У вас прекрасная проза. Хочется. Сделайте одолжение, прочтите. Смотрите, Александр Сергеевич, я думаю, вот так. У лукоморья, гроб дубовый. Стоп! Стихи – это праздник. Почему же сразу гроб? Почему бы не дуб зелёный? Дуб. Хорошо, пусть будет. Там ведьма на ветвях сидит. Стоп! Опять-таки мрачно. Почему бы не взять какой-нибудь другой мифический персонаж? К примеру... Русалка. Мёртвая. Ну, почему же мёртвая? Живая. Ну, Александр Сергеевич, я... Николай Васильевич, я вас прошу. Пишите про розовую. Хорошо. У лукоморья дуб зелёный, золотая цепь на дубе том. Золотая цепь на дубе том. Наташа! Наташа, где мои перья? И днём, и ночью не докличешься! И днём, и ночью кулац учёный! Наташа, быстрее! Спасибо, пожалуйста. Мне нужна твоя одежда. Что? Повторяю. Мне нужна твоя одежда. Вы вообще в своём уме, молодой человек? налоговая, Ленинского района. Вот ордер на конфискацию. Так понятнее? Да. Девушка, будьте добры войной и мир Толстого. Хорошо, секундочку. Вот, пожалуйста, возьмите. Спасибо. Одеяло и подушку я к странице сороковой принесу. Одеяло и подушку? Что? Зачем? Не надо. Ой, 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 ой. Так, хорошо, хорошо. Хорошо. Всё у нас хорошо. Вот так хорошо. Вот, что я говорила. Войну и мир. Дальше 50-й страницы с первого раза ещё никто не проходил. Всё, спи, спи. Ну что ж, друзья, сегодня победил Сергей Мирюков. А юбилей нашей городской федерации фехтования продолжается. Сейчас мы уберём проигравшего, а вы можете пока пульпить, так сказать, закусить. Веселимся, друзья мои, веселимся. Значит, вы к нам по объявлению. Да. Хочу работать учителем труда. Замечательно, замечательно. Скажите, вы пьёте? Что вы? Нет, нет, нет. Нет, нет. А матом ругаетесь? Нет, нет. Нет. А, вы, наверное, сидели. Что? Спасибо Богу, что он, нет. Давайте договоримся так, молодой человек. Мы подумаем, рассмотрим ваши документы и вам перезвоним. Хорошо. И не надо мне так и ректору. Вот так. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы по объявлению на трудовика. А что, не видно? Молодой человек, извините, вакансия занята. Слушайте, я прихожу к вам уже шестнадцатый раз. И шестнадцатый раз я вас спрашиваю, вы ставите набойки на лакированные туфли? Я в шестнадцатый раз, барышня, вам говорю, ставим, туфли приноси. Я в шестнадцатый раз говорю вам, я их еще не купила. А я в шестнадцатый раз говорю, ну, сходи да купи. В шестнадцатый раз объясняю вам, как тяжело сейчас купить хорошие туфли. Тогда я в шестнадцатый раз прощаюсь. И вам в шестнадцатый раз всего хорошего. Все, до семнадцатого. Вот заранда, заранда. Иди сюда. Альбертович, я что думаю, может, нам за второй сгореть? За второй это хорошо. Хорошо. Так гонять никуда не надо. У нас Верка с пятого этажа передвижной магазин устроила. Сейчас вызову. Да ладно. Веруль, привет. Добрый вечерочек. Что желаете? Как обычно. Как обычно? Бутылочку водочки желаю. Пожалуйста. Благодарю. Да не за что, не за что. Вы знаете, что, если вам еще что-то понадобится, вы меня вызывайте. Я до двенадцати на линии. Не вопрос, Веруль. Пока. Пока. Добрый день. Добрый. Вы не могли бы мне помочь? Я хочу подобрать себе аромат, чтобы моей девушке очень-очень понравилось. Вот это то, что нужно. Очень возбуждающий аромат. аромат. Ага. Спасибо. Спасибо. Слушайте, а у вас есть еще такой? Я смотрю, ваши девушки очень понравились. Да не, я до нее не дошел еще. аромат. Сколько вам? Штуки четыре. Накрасно. Ага. Ну что, Тошенька, посмотрим, что ты тут нам нарисовал, да? Так, что это у нас тут такое? расскажи. Это, наверное, дача, да? Угу. Дача. Ух, как интересно. Красивая какая дача и большая. Это папина машина. Папина машина? Какая красивая. Ух ты. А это мамина? Мамина машина. Ой, ну какой же ты молодец, Тошенька. Какие красивые машины нарисовал. И что там у нас дальше? Ух ты. А это что у нас за чудо-дом? Это, наверное, дом на море. Ага. Ваш дом на море, да? Ой, какой ты молодец. И яхту какую красивую нарисовал. И дом такой красивый. Тошенька, ты очень красиво рисуешь. Давай что-нибудь еще такое нарисуй красиво, а я к тебе позже подойду. Хорошо? Хорошо, мое солнышко. Алло, заместитель начальника налоговой службы, пожалуйста. Алло, товарищ подполковник, это майор Медведева. Ну, значит, так, Синицын младший раскололся, можно брать старшего. Да, у него точно есть недекларированные доходы. Товарищ подполковник, служу России. Так, ровнее. Прижимайте его к себе плотней. Подбородок чуть повыше. Отлично. Вдохнуть и не дышать. Ну вот, завтра можете забрать свою флюорографию. Спасибо. Звей, меня так выручили, так выручили. Рентген-комбинет закрыт до понедельника, а мне завтра надо срочно сдать результаты медкомиссии. Спасибо. Приходите к нам еще. Здравствуйте. я могу вам чем-нибудь помочь? Денька, а у вас подснежники есть? Да что ты, деточка, зима на дворе, какие подснежники? Ты возьми, вот у нас розы есть, хризантемы, ну, гвоздички, наконец. Нет, нет, этого не надо. Мне бы подснежники. Ладно. Пойду искать дальше. подожди, подожди, солнце, тебя мачеха отправила? Нет. Режиссер. Он сказал, ты реквизит потеряла? Вот ты новый ищи. Пойду. Кто там? Откройте, милиция. Лейтенант Карасик. Уходите, нам ничего не надо. Извините, пожалуйста, извините. Кто это был? Ой, опять эти гаишники ходят, права предлагают. Пойдем. Лучше делом занялись. Значит так, прежде чем мы начнем тренировку, я хочу вам сказать несколько слов о дзюдо. Во-первых, дзюдо очень дорогой вид спорта. Хорошее кемено стоит около трех тысяч рублей, а то и поболее. А порвать его легко. Так что готовьтесь к тому, что на форму дополнительно вы будете тратить 30-35 тысяч в год. Во-вторых, дзюдо очень травматичный вид спорта. Так что вывих или перелом раз в месяц у вас будет точно. Нет, можно, конечно, и шею свернуть, но это реже. А в-третьих, кроме дзюдо есть еще и футбол, на который я точно успеваю. ой, девушка, совсем забыл, а где у вас тут масло растительное? Такое ароматное, запах. Малычек, вы что ж с ума сошли, что ли? В нашем магазине все продукты свежие. Какой запах! Что там у вас дальше? Придумают же действительно запах. Так вот, что я хочу тебе предложить. Чего? Эдик, я говорю, вот, что я хочу тебе предложить. Серег, я не слышу ничего. Официант! Валик, да выпустите вы свою музыку. Невозможно! Мы с другом просто хотим поговорить. Ага. За ваши деньги любой каприз. Что? Любой каприз, говорю. Сейчас. О, вот так же гораздо лучше. Танцующих на паузу поставить? Не, не надо, пусть танцуют. Ребят, пока так. Спасибо. Спасибо. Так вот, Эдик, что я хотел тебе предложить? Ага. Беспроигрышный вариант. Так. Добрый день. Чем-нибудь помочь? Какого цвета машинку подбираете? Красненькую, розовенькую? Ну, в общем, так. Мне нужно, чтобы стояла АБС с ручной настройкой с бортового компьютера. Система стабилизации, обычный четырёхцилиндровый двигатель по два клапана на цилиндр. Так. Дальше. Отсечка максимальной скорости. Гидравлику руля четвёртого поколения. Модифицированный движок Е345 ДС-06. Доп-модели В521. Облегчённый кузов обязательно производства до 2007 года. Ну, они тогда лучше были, помните? Ну, знаете, что? Господи, ладно. Короче, мне нужна красная бибика, чтобы я в неё такая села и сразу три татушки, три тата. А подруги мои вообще, чтобы меня увидели и сказали о-о-о-о-о-о-о-о-о. А я такая биб-биб. Вау! Так лучше? Гораздо. Прошу вас. Нам туда. Так. Значит, заказ готов. Значит, проверяем. Вот эти пятна мы удалили. Так. Угу. Вот эти вот красные надписи мы тоже подтёрли. Ну, и, конечно, двойку за поведение мы тоже удалили. На, держи свой дневник. У тебя триста рублей. Молодец. Давай уже заканчивай с этим. Начинай хорошо учиться. А то так и будешь всю школу на эту химчистку работать, да? Давай, дядя. А это кто? Это графу Гуров. Недавно получил в наследство огромное поместье и три тысячи душ в придачу. М-м-м. А вот это вот это кто? Генерал Шустав особо отличился в крымскую компанию, за что и был удостоен звания. А это это кто? Ага, барон Шашлов. Просвещеннейший человек. Долгое время обучался в Европе. В Голландии. Ну а что? По нему не видно. Знакомить? Нет. А еще я кофточку себе купила. Синюю в Белый Горо. Ой, красивая такая. Так я порочки прям я не могу. Вот раз на моей туфле подойдет. Правда, туфли, конечно, не совсем такие синие. Мне кажется, будет ничего смотреться. Хотя, не знаю, может быть, все-таки под эту кофточку мне другие туфельки купить. Может и другие, а тогда эти я с чем-то носила. А тогда под эти туфельки мне нужно вообще, тогда другую юбку надо покупать, юбку надо покупать другую, потому что под серые тогда, может быть, серую юбку купить, действительно, серую клетку юбку купить, тогда будет очень красиво, на самом деле, невероятно. Или лучше вообще купить черные туфли. Я думаю, черные, потому что черные туфли, они подо все отходят. Я знаю, они подают подо все. У меня было красное платье, и красное платье с черными туфлями, и оно так смотрелся А еще можно вообще знать, какое трехцветное платье Только сине-белый-красный Или красный-белый-синий, представляете? Простите, простите А что происходит? Да как что? Вы же сказали, пока пломба не подсохнет, рот не закрывать Правильно Ну так вот я и говорила, платье трехцветное Синий-белый-красный, красный-белый-синий Как российский флаг, представляете? Это будет замечание, значит, с черными туфлями А вообще, знаете, выражение есть Черт, что, и сбоку бантик Собачка будет. Будет очень смешно. Добрый день. Добрый день. Скажите, вы электронные часы ремонтируете? Ремонтирую. Только надо очень срочно. Срочно так, срочно. Давайте часы. Ребят, давайте сюда объект. Живи, живи, живи. Аккуратненько. Вот так. Понимаете, саперы опаздывают. Вот. Так что вся надежда на вас. Время ремонта вот здесь обозначено. Удачи. Мужики, в укрытие. Ой-ой-ой. Добрый день. Добрый день. Какую игрушку вы можете посоветовать моему сыну? А сколько мальчику лет? Полтора годика. Тогда могу предложить вашему вниманию замечательный набор погремушек. Погремушки сделаны из экологически чистых, нетоксичных и безопасных материалов. ПВХ, пластика. Способствуют развитию моторики и психологическому мышлению ребенка. Ну, чтобы он с детства понимал, что жизнь полна чудес и положительных эмоций. Также могу предложить вашему вниманию мозаики и конструкторы фирмы «Флекес». Сделанные также из мягких, но прочных, экологически чистых материалов ПВХ, пластика, резины, способствуют развитию пространственного и логического мышления ребенка. И замечательно, замечательно способствуют развитию мироощущения, так сказать. Чтобы он понимал с самого детства, что мир – это море маленьких радостей. А есть что-нибудь из чугуна и хрена? Простите, что? Ну, игрушки из чугуна и хрена. Извините, я не совсем понял, зачем вам детская игрушка из чугуна и, извините, хрена. Чтобы ребенок с раннего детства понимал, что жизнь тяжелая и горькая штука. Ладно, возьму погремушку. Как таланта сестра Называется Кра Так и наша програ Шесть кадров Время быстро несет И на все эпизоды Нам дает режиссер Шесть кадров Чем крупнее Арти Тем короче репри Нас всего в антрепри Шесть кадров Только сядешь и в клю Все вокруг рассмею Вот за что я так лю Шесть кадров Ла-ла-ла-ла-лай 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 Шесть кадров